всем привет с вами ванок и сегодня для вас новая модификация для бэдлорда и никакая нибудь там и небольшая работа с чем-то и непонятным каким-то модельным решениями а достаточно крупный в перспективе проект которые существуют в рамках исторического сейтинга называется он истер европы и посвящен он эпохи противостояния литовских язычников и крестоносов и самая главная на самом деле неожиданность последних модификаций принципе для бэдлорда которые в рамках именно что историческое пересечка существует это то что проект этот основан на собственной глобальной карте а не на европы мэп от лиме то есть если мы отдалим сейчас камеру то увидим что тут у нас есть определенные территории из них у нас доступна только эта часть вот эта небольшая зона ну в принципе зона пока что очень даже неплохо проработана как раз все искала что противостояние литовцев и крестоносов потому что вот именно она сейчас есть но в будущем появятся другие фракции и собственно расширится и ареал действия и наполнение данного мода тоже здесь у нас и княжества руси есть и он даже кусочек швеции он королевство польши и венгрия присутствует ну то есть можно здесь еще много чего сделать и даже в рамках вот такой части европы ну собственно восточной европы да можно очень даже неплохо развиться у нас здесь будет 159 год по времени действиям и собственно пока что как сказал фракции здесь не так много то есть это у нас по сути балтийские племена ливония то есть по сути литва пруссия и тетонский орден то есть вот у нас вот эти товарищи здесь разместились вот у нас здесь и балтийские племена небольшой кусочек достаточно обширная территория литвы ну и вот здесь нас рыцаря вот одни рыцари другие рыцарь заселились и готовят свое вторжение и ну в принципе даже рынка такого уже много чего есть и этот нас относится не к руси 13 века то по крайней мере к таким проектом допустим как тевтонский орден натиск на восток и ну ты что-то еще подобному родосетинге тоже существовал то есть принципе но на самом деле ноги тоже и такой вариант заинтересует и собственно если говорить по факту то здесь у нас уже есть задел подрусь то есть вот у нас есть и государство еще и фракции фракции война руси вот здесь на здесь ростер небольшой со своими юнитами уже здесь есть несколько новых моделей брони но именно что в рамках брони этот мод покажет не прям не особенно силен да и на самом деле в принципе наверное прямо в этом направлении он и не будет сильно развиваться потому что ну собственно экипировочка она достаточно была скромненькая в те времена никаких хитрых брони к эльфов и орков рисовать не надо то есть ну как бы разнообразие кажется но должно быть и но но я думаю со временем тоже подключится без каких-то особенных изысков которым мы возможно привыкли некоторых других исторических проектов но опять же потому что территория ограничено время ограничено и плюс ну как бы обор фракции пока что по сути опять же сисись и довольно скромен но ездить на что посмотреть вот допустим давайте сейчас мы откроем рыцарей тефтонских тоже опять же здесь у них есть градации определенные в соответствии с историей да братья рыцарь и вплоть до высших титулов или кто там у них был рангов ну или допустим давайте в балтийские племена откроем тоже здесь есть свои какие-то ребята и в принципе на самом деле вот из того чтобы сейчас можно посмотреть вот как раз набор достаточно на мой взгляд скромноватый но мод и повторюсь только-только начал свое развитие только-только первая версия вышла в принципе я считаю что в рамках вот такого подхода уже разработчик достаточно много еще нам показал потому что но в принципе история здесь передана вполне уместным без каких-то сильных сторону фэнтези да вообще без в принципе ухода в сторону фэнтези автор пытается ими что детального скрупулезного создать отличие допустим от того же лиме который ну делает что-то вроде карты европы с каким-то там условным историческим срезом но никто не знает каковы на периода точно с этой сам автор очень пытается отойти от детального скрупулезного создания миссари чко составляющие мол что-то я там делаю не надо считать этот мод историческим он говорит а здесь вот как раз таки много достаточно поселений у нас имеется вот смотрите на карте сколько открывает всяких деревень замках городов все это и как видите в принципе вроде содрано условно маленьких сок европы именно вра уже даже текущем объеме дает там довольно большой объемы именно путешествие ну и вообще принципе бывых действий и сколько все опять же появится плюс даже начал автор работ потихонечку надо сценами но цен здесь у нас по сути заявлено две сцены это ворота и грот яд грот яздов замки но я честно говоря 2 не нашел я нашел только вот эту ворота и ворота начинаю как и правильно где правильное ударение ставить вот так это сцена выглядит тоже в принципе работа только-только началась тоже еще пока что прям но учеб показать нельзя но в принципе направление считаю выбрана правильно то есть а карта есть не самая плохая может не с ними га детализирована как у лейми но неплохая цены вот работа идет историческая оставляющая разрабатывается ну то есть проект перспективе очень крутой будет и наверняка многих заинтересует даже сейчас наверно уже тоже должен кого-то да заинтересовать ну а пока же сожалению больше про этот мод особенно рассказать нечего то есть здесь у нас помимо древ войск карты и понятное дело всяких там фракции название тому прочее на самом деле автор пока что из геймплейных моментов заявил только присутствие новой интеллектуальной системы для борьбы со снежным комом к то есть это по сути система которая да позволит в теории избежать в течение компании резких каких-то усилений отдельных фракций то есть чтобы длительное время сохранялся условный паритет уж было интересно играть чтобы не так что одна фракция раз я захватила и нет вообще непонятно что делать ну по крайней мере так заявлено но остальное покажет только в будущем у нас будут какие-то я сообщаю будут изменения но я на этом закругляюсь спасибо всем за просмотр данного видеоролика не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии и всем удачи